Только движение, если вы еще и пальцы включаете, это уже и мелко. То есть в одном движении вы можете все соединить, а можете работать только на одном нейроконтексе. То есть когда человек думает, что делает, он встает, делает, он в постоянном напряжении, потому что у него просто не хватает энергии для выполнения какой-то задачи. Чтобы вся энергия включалась, он должен включить ректильный комплекс полностью, как текстильный комплекс. Вот тогда он живет более свободно. Еще вопрос, пожалуйста. Великолепно, что мы вчера говорили про текст, что возраст, какие-то тексты, получаемые в инфляторе с помощью. Да, когда она была? Наразший вопрос. Как раз для этого вот эту схему в принципе поместили. Ну давайте, кто-нибудь, возраст вы назовите, кто хотите? 44. 44, вы не болеете, как называется, возраст это хорошо. Вот 44 года. Если мы проведем вот эту диагональ через ноль, то вот на этой диагонали все возраста, которые вы будете видеть, они имеют сейчас на вас определенные возрасты. То есть неотработанные уроки, проблемы, которые возникали в каждом из возраста, и сейчас у вас могут проявляться. И здесь можно, как бы если нету этой схемы, можно просто коэффициентом пересчитать. Коэффициент это что такое? 34, если разделить на 13, или 21 на 8, да, или, допустим, 13 на 5. Везде один и тот же коэффициент, да, 2,60. То есть вообще есть несколько божественных коэффициентов. Это шаг в золотом сечении, это 1,6, да, 1,60. Есть коэффициент в диагонали 2,60. Есть еще число пи, да, тоже интересное, да, и так далее. Так вот, сейчас мы об этом только говорим. Значит, если у вас какая-то проблема, вы сейчас чувствуете, да, чтобы ее решить, нужно сначала по диагонали проработать вот эту проблему, которая была в 17 лет. Некоторые говорят, а я не помню, что было в 17 лет. Вы не помните ваше левое полушарие, ваше подсознание все помнило. Все, что с вами происходило, даже любое сказанное вами слово, оно никуда не исчезнет. Оно находится в информационном поле. И за каждое слово Богу спросил. За каждое действие Богу спросил. Так вот, когда вы прорабатываете эту диагональ, вы что делаете, просто глаза закрываете, да, и говорите. Представьте, ассоциированный образ с проблемами, которые были в 17 лет. Это я с проблемами, которые были в 17 лет. И ваше сознание само ищет по полочкам. Что там, как там и так далее. Потом вы говорите себе, а сейчас взмах, да, это волну в теле пускает, да, и поднимается сознание. И вы говорите, сейчас желаемый я образ, без всяких проблем. И вы начинаете или ощущать, или видеть желаемый образ на каком-то расстоянии от себя. Все, определили это расстояние, даже рукой показали. Снова глаза открываете. Такая глаза закрываете. Это люди. Представьте, ассоциированный образ с проблемами, которые были в 17 лет. Это я с проблемами, которые были в 17 лет. Сейчас взмах, желаемое. Это делайте до тех пор, пока желаемый образ не войдет в вас. Когда он вошел, нужно еще пропустить его по телу. То есть он входит в голову, потом ниже, ниже, во всем теле он оказался. Все, вот эта проблема у вас проработана. То есть можно заниматься психоанализом, копошиться в этих 17 лет, что ты сделал не так, такое, негодяй там и так далее. Когда вы начинаете копошиться в чем-то, то, что значит анализ, это разложение на составляющие. В любом разложении начинает оттуда всякий запах выходить, то есть запах разложения. И вы начинаете жить в этом запахе разложения, и проблемы только увеличиваются, на самом деле они уменьшаются. А получается, ну, в 17 лет проработать, в отзывах проработать 6 лет? Да, по диагонали. То есть 17 лет проработать, это ближайшее время, вы готовы. Да. Вы можете в один раз проработать, а можете, допустим, сегодня 17 лет проработать, завтра 6 лет проработать, потом еще. Это уже в зависимости от вашего времени, в усидчивости и так далее. Но лучше, допустим, все-таки оставлять... А как они еще проработают? Остабляют. Образ, когда заходит, да, во-первых, когда вы уже говорите ассоциированный образ с проблемой, у вас или зевота начинается, да, или смех буквально, когда это проговаривает, вот смех, радость какая-то внутри, то есть он уже проработал, то есть его нет. Он перестал на вас негативно воздействовать. Это не значит, что вся информация стер, но нет. Она перестала на вас негативно воздействовать. Вы осознали. Вообще наша жизнь дана только для того, чтобы мы осознали все, что с нами происходит, и через осознание получили индивидуальный образ, потому что то, что мы не осознаем, проходит не так. Таким образом, мы проработали эту диагональ. Но это только одна диагональ. Вот это, да. А идеальный образ, он же в разном количестве, вы же в разном количестве, что у нас желаемый. Желаемое. Вы можете представлять... Вы считали как идеальный, да? Вы можете как идеальный образ. Некоторые люди, допустим, те, которые занимаются нелайей в том числе, они уже представляли нежелаемый образ, образ, а образ истинного яда или что-то ещё, как это идеально. Вы можете для себя, для своего сознания ставить разные задачи, в зависимости от того, что вы хотите получить в результате. Некоторые хотят выиграть автомобиль или чтобы у него появился. В Ульяновске проводили семена, там один парень говорит, я хочу, чтобы у меня было автомобиль. Какой автомобиль? Он говорит, вот 12, тогда модель была модная и так далее. И какого цвета? Он говорит, вот такого цвета и так далее. Я говорю, хорошо, давай идём сюда, запускаем, всё делаем. С сознанием запустили, всё хорошо. Он говорит, а как это будет происходить? Я говорю, не знаю. А мне нужно покупать авторит? Я говорю, не знаю. Это уже по наитию, по ощущению и так далее. Потом мы приезжаем, по-моему, Султан был-то или нет, и он подъезжает на таком автомобиле. Я у него говорю, и как всё произошло? Он говорит, да что там работа, сложилось хорошо, денежки за работу. Потом родственники говорят, что ты ездишь на старый автомобиль, давай мы сложимся, добавим, купишь нормальный новый автомобиль и так далее. То есть он не выигрывал в автомобиле, сложился. И у него предлагают автомобиль, который ниже по цене, с тест-драйва и так далее. Всё складывается так, что вот этот автомобиль получает. Это не значит, что автомобиль раз и упал вам на голову. Нет. Или там один автомобиль мне говорил, ну вот, говорить про желание. Вот я хочу корку арбузную, чтобы у меня арбуз был. Вот я желаю, а арбуз не проявляется. Значит, не работает? Я говорю, нет. Не может появиться, не может материализоваться. Но когда ты запускаешь желание, тебе через какое-то время кто-то придется, пойдем арбуз поедить. Или один у меня занимался в Самаре, у него индивидуальные занятия преподежные и так далее. И вот он рассказывал, он и со временем начал сужать, расширять его, делать такие вещи интересные. И вот он говорит, сижу в бане, так захотелось холодного пива. Думаю, ну откуда он в бане возьмет холодное пиво? И смотрю, говорит, пыль при бане. И говорит, беру веник и начинаю. То есть он отпустил это, да? Начал что-то делать. И говорит, жена открывает дверь, хлебает и говорит, слушай, это пиво холодное пиво. То есть человек запустил желание, но не привязался к этому. Иначе если вы привязаны к этому желанию, то оно никогда не исполняется. То есть вы не даете ему спорить. Это то же самое, когда занимаешься целительством и привязан к результату, да? Почему родственников тяжело оцелить, да? Особенно близких, да? Потому что это привязан к результату. Человек болеет, ты видишь, и привязан к этому, да? И ты не можешь нормально сработать, с собой, и все, потому что ты сопереживаешь этот момент. Когда приходят чужие, ты его делал, и забыл вообще ушел, и забыл, кто он такой, да? Он приходит, и все у него хорошо, все здорово. Почему? Мы его отпустили. Отпустили желание, отпустили, не привязаны к результату. Поэтому, когда вот эти вот, вся работа происходит, здесь еще один момент, можно просто переключаться там, просто деятельность. Делайте то, что приходит в этот момент на ум, а не именно, вот можно составить план, как это, да? Можно сделать то, можно сделать. Можно просто зарисовать или не нужно, да? Это вот мы, супруга леди, нас приглашали, мы снимались в фильме, Брю Хэрри, да? Это Супер Кьюл название. И, а он, режиссер фильма «Как раз Секрет». Видели фильм «Секрет»? Вот в этом фильме, как просто многое тоже об этом говорится, но когда мы с ним встретились уже на этом фильме, то есть там не до конца в некоторые моменты были, да, все-таки рассказывали. И в этом фильме мы уже рассказывали, как идет взаимодействие на субатомном уровне, на поливом субатомном уровне. И вот это действительно работает, но работает только в том случае, если вы делаете все правильно и отпускаете. Вот в этом фильме «Секрет», там один нарисовал себе дом, да, положил и забыл про него. Потом, когда он этот дом купил, он стал перебирать старые вещи и достает вот рисунок. Точно такой же рисунок когда-то он рисовал. Поэтому ваши желания, они могут быть растянуты во время и все равно произойдут, если вы не откажетесь от них. Потому что от многих желаний мы просто отказываемся. и все так произошло, и, допустим, один кто-то хотел, чтобы жениться на каком-то, да, когда женился, думаю, нахрен нет. Жил свободно, все хорошо. Вовремя не отказался. Но, что мы работали, что это дуракон. На самом деле кто-то из мудрых сказал – обязательно жениться, попадется хорошая жена в гусский день, попадется плохая, а останешься в гусский день. Мужчина. Жениться нам не обязательно. То есть это гармония. Поэтому диагонали тоже должны быть гармоничны. Видите, вот эта диагональ – это мужская диагональ, вы ее проработали, да? нужно проработать ещё и женскую диагональ. Для того чтобы найти женскую диагональ, нужно 44 разделить уже на коэффициент золотого сечения, 1,6, ну это примерно где-то вот здесь, и уже выстраиваете в эту диагональ, это полученное число, делаем 9 на 2,6, то есть выстраиваете, и тоже её прорабатываете. Вот тогда у вас будет вот этот крест животворящий, потому что крест это как раз пересечение двух диагоналей в 45 градусов, поэтому этот самый устойчивый, скажем так, получается на консорции. Если вы ещё добавите ещё диагональ в 45 градусов, устойчивость будет увеличиваться. Противотанковые же видели, ребята, минус 45 градусов. Вообще вот все эти моменты, они применимы во всех областях, в том числе и в психологии, в том числе и в целительстве, в том числе и в искусстве. Всё в этом мире есть одно. Одно равно всему и всё равно одному. Поэтому и говорят о едином Боге, да, не об одном Боге, да, а едином Боге. Три, единство, четыре, четыре, так и так далее. То есть целостность должна быть во всём, в том числе и в ваших желаниях. То есть желание нужно наполнять силостно, наполнять по всем четырём секторам, да. Духовный сектор образом наполнили, ментальный сектор наполнили ощущениями, сектор социальный наполнили душевным состоянием, потому что под лежачий камень вода не течёт. Это только у Емеля, да, там, печь сама пошла там и так далее. И то он перед этим ходил за мазель, помните, ловил щуку там и так далее. И так просто сидел там, действовал, продолжал действовать и так далее. И только в этом плане. Ещё вопросы есть? Что у нас повредит? Вот сейчас, так, возьми. Если внешний мир человека – отражение милосознания внутреннего мира, то есть при восстановлении у человека определённых трудностей, проблем, либо болезней – это ему сигнал, что либо он делает что-то неправильно, либо у него есть какие-то проблемы внутренние. Да, нелешённые ранее. Диагональчик, да. Вот здесь это знак, что нужно остановиться, либо что нужно преодолеть. Ну, вообще, как бы, синельненький, да, если так как-нибудь, возлюбить больницу, то есть боль, возлюбить боль в своём числе. Вот то, что у тебя не получается что-то, это твоя боль, да. Что происходит при болезни? Болезнь тебя убирает из всех действий, да. На больничный ты выходишь, ещё что-нибудь. Там ты должен всё осознать, всё обдумывать. Почему? Постельный режим, да, да. Чтобы у тебя даже энергии не тратилось на то, что ты ходишь. И вот этот момент, он даётся для того, чтобы переосознание ходить. То есть, если ты продолжаешь ходить там и так далее, у тебя что может быть в результате болезни? Да, то есть грех, да. Просто осложнение на сердце, осложнение ещё, да. Почему на сердце осложнение? Болезнь возникла, потому что у тебя что-то не в порядке с сердцем, с сердечными делами, с душой. То есть, у тебя непрощённые обиды, да. У тебя какая-то злость на кого-то, какой-то гнев там и так далее. В этой диагонали проявился, да. И тебе даётся болезнь. Вирусы, они что делают? Они служат человеку. Мы вообще состоим, да, у нас миллиарды бактерий и вирусов. Мы есть вирусы и бактерии на самом деле. И они начинают что делать? Они в нас присутствуют, не где-то. Вне нас нет ничего вообще в этом мире. Мы только в этом мире. Вне нас нет, всё остальное наше окружение. И вот эти вот вирусы, они что? Создают такие условия, когда они начинают активно делиться, да, чтобы тебя остановить. Говорят, ты куда вообще-то придёшь там уже всё? Тут стена, тут стена, там пропасть. А ты всё идёшь и идёшь. Бог этот вирус размножается и остановит. Ты должен что-нибудь осознать, договориться с этими вирусами. И тогда всё это происходит. Причём интересно, когда человек, если он радостный, всё попадает в инфекционную какую-то палату, где все заражены, там и так далее, на него ни один вирус не прицелится. Чума, да? Многие, все жили в одном тоже. Умирали там, многие умирали, потому что проблемы там внутри и так далее. А кто-то ходил прямо этих чумных, перетаскал там и так далее, да? Ничего, никакой чумных. Вирусы те же самые. Причём вирусы, я говорю, они в нас, вниз нет. Не увеличиваются. Это большое заблудение. Всё, большое спасибо. У нас ещё практические семинары. Раз, раз. Друзья, небольшое объявление. С часу до двух у нас обеденный перерыв. Можно централизованно сходить в столовую. Здесь рядом. Гринлайн. Это первое, да? Второе. Есть предложение, ну, кто желающий вдруг. Сергей Михайлович даёт нам там знания, умения, да? Можем сорганизоваться и, ну, группу создать. Встречаться, тренироваться, смотреть видео Сергея Михайловича, там, и с ним консультироваться, с его позволения. Вот. Ну, можно ко мне обратиться, запишемся, там, и дальше решим с залом и так далее, если у кого есть желание. Значит, третье объявление, кто из новеньких, если хочет остаться на, после обеда, на продолжение семинара, на практическую часть, будет стоить 3000 рублей, тоже можете ко мне подойти и оплатить и записаться. Ну, в общем-то, всё, спасибо. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!